9 июня, сегодня в самый солнечный день, когда горожане советуют не пропустить лето, мы оказались в нашем любимом ДК Громов, любимом еще после новогоднего выпуска Арт Ликбеза, на выставке «Три банана». Говорят, здесь будет 21 обезьяна, сколько-то горящих машин. Нас интересуют пока что бананы. Бананы и девушки с бананами. Что же нас ожидает на этой выставке, вы не знаете? Это будет тайна, которую вы раскроете, если доберетесь по лабиринтам этого здания. Что ж, мы идем поедать наши бананы и раскрывать все тайны, которые заключены здесь в странном, интересном и очень питательном ДК Громов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Что же происходит на этой выставке? Как нам снова отличить искусство от всего превходящего? Как кто? Бананов, португальского вина, диджея и разного прочего? На мой взгляд, на этой выставке происходит ирония, связанная с пониманием эволюции. Мы все знаем, что человек якобы произошел, или не якобы, от обезьяны. Но здесь мы видим другое явление. Обезьяна, происходящая от человека. И человек, который превращается в обезьяну, благодаря любви к брендам или каким-то очень банальным и типичным образом культуры. Например, вот эти бренды, как Мартини, да, или вот этот образ культуры, как английский гвардеец, гомосексуалист, Дед Мороз. Все это такие клише, которые мы все знаем. И Андрей молодец, что вы смеете клише делать своего деревянного солдата у Буффинджюса. И если бы Буффинджюс был умнее, то бы он сделал ракеты. И вот Андрей делает ракеты в форме этих брендов. Поэтому это одна из самых ироничных, самых веселых и самых умных выставок, которые я увидела в начиная с этого года. Поэтому людям, у которых чувство юмора, которые не подвержены для них брендов, брендомании, вот этим всем лайкоманиям, или кто любит, вот когда пикси становится живым, деревянным, таким, как, вот, может, какое-то первое переработное искусство, я всем этим людям желаю, категорически желаю, прямо-таки настаиваю, посетить эту выставку. И понять, являются ли они людьми, или все еще стрелопитеками. Теперь я понял, оказывается, обилие бананов на этой выставке обыгрывает название «Банальность». Банан и банальность связаны нет. Банан съедобный, а банальность нет. От банальности точнит, а банан я хаваю с удовольствием, невзирая на вырабатываемый серотонин. Как бы, вот в этом серьезное отличие. Больше других я не знаю. Безусловно, банан банален, но он вкусен, а банальность невкусна, потому что от нее тошнит. Поэтому мы очень легко сможем отличить банан от банальности, потому что, невзирая на заурядность банана, он не банален, по нашим ощущениям, невзирая на привычность оного. Поэтому, по-видимому, надо что-то почитать еще как-то на эту тему. Я не знаю, он неподготовленный. У Хайдегера время и бытия, у него целая клава пропала. Вы второй раз мне говорите про Хайдегера, я не знаю этого человека. Кто он? Я знаю Люблинского, я знаю многих других ребят. Кто такой Хайдегер? Он не местный кто-то, судя по фамилии. Абсолютно. Ну вот видите, откуда нам всех знать? Мы там, ну о чем вы говорите. У меня в коллекции нет ни одного Хайдегера, Брейгеля и прочих Дали там совершенно. Я их всех вертел. Пардон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть такая тонкая граница между объектами и арт-объектами, потому что искусство давно уже настолько освоило сферу повседневности, что потерялось в ней. Есть граница между критикой и апологетикой. Ну вот, скажем, в Ирарте была выставка бренд-реализм, и трудно было понять, это критика общества потребления или это эксплуатация того, что в нем и так модно. Вот как вы думаете, сегодня тоже, когда мы видим объекты деревянные с этими брендами, это имеет критическое содержание или это тоже, скорее, просто ход такой для привлечения популярности? Не знаю, потому что не хочу поставить себя как бы в ложное положение искусствоведа, размышляющего в том числе о творчестве Андрея Люблинского и об этой конкретной выставке. Могу только сказать, что, ну, скажем так, я абсолютно согласен с постановкой вопроса, который вы только что озвучили. Но, наверное, я не готов дать на него какой-то однозначный ответ. И, может быть, я допускаю, что этого однозначного ответа просто нет. Иногда наша действительность, арт-действительность, художественная действительность, а иногда наша бытовая действительность, наша просто как бы обычная ежедневная жизнь каждого из нас ставит нас на вот такую ленту Мёбиуса, когда, к сожалению, мы не можем, если хотим, скажем так, критиковать мир потребления, используя его методы, его исключительно критиковать. И где-то случайно не пройти по этой ленте Мёбиуса действительно на какую-то другую сторону, где станем его апологетами. Но это действительно какая-то такая вот запутка. Наверное, можно порассуждать о том, что из неё есть распутка. Это просто перескочить вообще на другую сторону, просто не говорить об этом. То есть, условно говоря, можно смотреть разные каналы, можно обсуждать политику разных каналов, можно взять телевизор и выбросить его в окно. И, безусловно, с какой-то точки зрения возможно, что это единственный радикальный ход. Это просто выбросить в окно, перестать об этом думать и вообще не иметь с этим ничего общего. Я понимаю, что, во-первых, это ход для немногих, а во-вторых, и в нем я не уверен. То есть, если бы от мира потребления и вообще от тех, скажем так, пороков и грехов мира, о которых мы любим рассуждать, на самом деле можно было бы легко избавиться, ну, надо немножко ума, немножко хорошего вкуса, немножко таланта, и всё, и будет окей. То тогда, наверное, не о чем было бы говорить. В том-то и проблема, что действительно это тот мир, тот воздух, та среда, в которой мы живем, о которой мы рассуждаем, о которой мы сопротивляемся, и от которой иногда нам очень трудно избавиться, потому что мы очень часто плоть от плоти этого мира со всеми его недостатками. Но дело в том, что проект с машинами, он действительно старый десятилетней давности и посвящен, как вы правильно сказали, тем событиям в Париже, когда в арабских кварталах за ночь сожгли более, там, по-моему, тысячи автомобилей, вот, и мне это было интересно, и меня это взволновало как перформанс, а не как протестная акция какая-то. То есть это было страшно, и в этом проекте про машины речь идёт о зыбкости вообще всего. То есть, что сегодня там у тебя всё есть, а завтра у тебя ничего нет, ну, грубо говоря. А «Обезьяна» — это достаточно новый проект, ему, наверное, два года, не больше, и мне показалось, что при совмещении всё вместе приобретает некую остроту. И, возможно, для меня по формальному признаку два этих проекта пересеклись, а зрители видят и обращают внимание уже на какие-то бренды, какие-то автомобили, каких-то обезьян, всё остальное. Для меня это формально по материалу, по цвету, по каким-то логотипам, по каким-то таким вещам. Не больше, не меньше. В финале очень подозрительного по номерологии 66-го «Артликбеза» мы оказались в подвале ДК «Громов», уйдя от компьютерных технологий. Может быть, деревянные игрушки нам как раз навеяли это место, полное деревянными изделиями и картонными коробками. Что это такое всё? Что значит? Ну, прежде всего, этот подвал означает, что мы находимся на мансарде. Потому что на самом деле то, что вы называете подвалом, называется мансардой. Но вы как человек склонный к альтернативному мышлению, к традиционному подходу, уставший от банальности. То есть, вы даже в отличие от меня, я вот сижу на стуле, а вы нашли пластиковое ведро. Да, ведро. Не все это видят, как бы, да? Может быть, ради этого мы и пришли сюда, чтобы посидеть на пластиковом ведре. Может быть, это как-то неординарно. Вы когда последний раз сидели на пластиковом ведре? Где-то в 1901 году. А на хорошей выставке вы последний раз были сегодня. Вот поэтому, не знаю, что я имел в виду, но что-то наверняка имел. Что еще можно сказать? Мы пожрали оливье. Ну, а урок-то зрителю какой? Урок. Мы пожрали оливье? Пожрали. Жизнь удалась? Удалась. Только на сегодняшний вечер. Завтра будет новый вечер, будет новая жизнь, будет все. Будет еще ведро оливье и много всего хорошего. Целую всех зрителей, их родных и близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова